Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, кодифицированный нормативный правовой акт, устанавливающий правила рассмотрения и разрешения гражданских дел судами общей юрисдикции в Российской Федерации, является основным источником гражданских процессуальных норм. Иные нормативные правовые акты, регулирующие порядок гражданского судопроизводства в Российской Федерации, принимаются в соответствии с кодексом и применяются в части, не противоречащей ему. Однако акты конституционного и международного характера доминируют над ГПК РФ, поэтому, в частности правила, содержащиеся в международных договорах, имеют приоритет перед национальными гражданскими процессуальными. Если между ними в ходе практического судебного правоприменения обнаруживаются противоречия, на это прямо указывает СТ-1 ГПК РФ и разъяснения, которые даются в постановлении Пленума Верховного Суда РФ по вопросам применения норм международного права и международных договоров. Последнее время ГПК РФ подвергается частым изменениям и дополнениям, что создает предпосылки для внутренних противоречий и нестабильности. Введен в действие с 1 февраля 2003 года. История принятия. Действующий Гражданский процессуальный кодекс. Третий для России. Первый Гражданский процессуальный кодекс РСФСР действовал с 1923 по 1964 годы. Второй Гражданский процессуальный кодекс РСФСР действовал с 1964 года по 1 февраля 2002 года. 24 октября 1992 года Верховным Советом РСФСР была принята концепция судебной правовой реформы, одной из задач которой было приведение гражданского процессуального законодательства в соответствии с изменениями в общественно-политической и экономической жизни страны. С 1995 года по инициативе Верховного Суда РФ велась активная работа по изменению действовавшего ГПК РСФСР. К кодекс были внесены новые институты, существенно модифицированы процессуальные правила. Планомерное изменение процессуальных норм позволило провести их практическую оценку и выявить недостатки. Одновременно рабочей группой, созданной приказом Министерства юстиции РФ от 23 мая 1993 года, велась работа по подготовке проекта нового кодифицированного источника. В состав рабочей группы наряду с практическими работниками входили ученые Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Саратова. При окончательной доработке проекта ГПК РФ был учтен опыт применения новых правовых институтов, введенных в ГПК РСФСР 1964 года. А также последовательно решены многие процессуальные вопросы, такие как действия принципов диспозитивности, состязательности, объективной истины, степень активности суда, процессуальное положение прокурора, порядок апелляционного, кассационного производства и надзорного судопроизводства и многие другие. Несмотря на новое разрешение многих процессуальных вопросов, ГПК РФ сохранил преемственность процессуальных норм, выработанных в период советской власти, что позволило избежать существенных трудностей при его введении в действие. Структура кодекса. Гражданский процессуальный кодекс РФ состоит из 7 разделов, 47 глав. Разделы «Общие положения» включает главы от 1 до 10, устанавливает правила действия гражданского процессуального законодательства, требования к составу и компетенции суда, правовой статус лиц, участвующих в деле, порядок осуществления представительства и доказывания, расчеты и распределения судебных расходов и штрафов, течения процессуальных сроков, а также нормы оповещения заинтересованных лиц о процессуальных действиях. Раздел 2. Производство в суде первой инстанции посвящен рассмотрению и разрешению гражданских дел по существу, включая 4 подраздела. Подразделы «Приказное производство» регламентируют порядок выдачи судебных приказов. Подраздел 2. Исковое производство содержит главы от 12 до 22, посвящен вопросам предъявления иска и его обеспечения, подготовке дела к судебному разбирательству и осуществлению судебного разбирательства Институту судебного решения, а также процессуальным правилам приостановления прекращения производства по делу оставления заявления без рассмотрения. Подразделом установлены правила оформления и определения суда и протоколов процессуальных действий, а также порядок осуществления заочного производства. Подраздел 3. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений, состоит из глава от 23 до 26, устанавливает правила рассмотрения дела признания недействующими нормативных правовых актов, об оспаривании решений, действий органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, а также дела о защите избирательных прав. Подраздел АВИ «Особое производство» включает главы от 27 до 38, посвящен широкому кругу вопросов, не являющихся спорными, но требующих принятия властного решения, в том числе по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение усыновления ребенка, признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина умершим, ограничение дееспособности, признание недееспособным, объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным. Кроме того, подраздел устанавливает правила признания вещи без хозяина и восстановление прав по утраченным ценам бумагам, принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар, внесение исправлений или изменений в запись актов гражданского состояния, восстановление утраченного судебного производства. Раздел 3. Производство в суде второй инстанции, включает главу 39, посвящен апелляционному пересмотру решений, не вступивших в силу. Раздел IV. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений, включает главы 41, 41, 1, 42, посвящен производству в судах кассационной надзорной инстанции, а также пересмотру действующих судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. Раздел V. Производство по делам с участием иностранных лиц состоит из глав от 43 до 45, устанавливает процессуальные особенности рассмотрения дел, осложненных участием иностранного элемента. Раздел VI. Производство по делам об оспаривании решений третийских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений. Третийских судов включает главы 46, 47, устанавливающие правила осуществления действий, указанных в названии раздела. Раздел VII. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений иных органов, не содержит обособленных глав. Посвящен вопросам исполнительного производства, требующим принятия решения суда. Источники. Шакарин МС. Гражданское процессуальное право. М. Проспект. 24584 секунды. ISBN 5-980-32-367-8. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 14 ноября Н. 138 ФЗ. СОБР. Законодательство 2002 номер 46 С. Т. 4532 о введении в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Федеральный закон от 14 ноября Н. 137 ФЗ. СОБР. Законодательство 2002 номер 46 С. Т. 4531. Федеральный закон от 14 ноября.